И звери пустыни, да, там будут сейчас с дикими кошками, лешие будут прикататься один к другому. Там будет не просто зверей много, да, диких, злодеев, вот. Там будет, главное, бесовское место. Там будет одно из главных таких бесовских центров, как и Господь. То есть, здесь мы должны помнить, что пространство в этом мире неоднородное. Есть места особо проклятые, а есть места особо благословенные, да? До сих пор. До сих пор, конечно же. Вот, есть места святые, да, вот там святая земля Иерусалима, израильская земля, да, Иерусалим, да? Есть святые места, там, Дивеева, там, да, в Москве святые места, так? Есть там святыни, там, Подмосковья, других там святые места, там, там, Крест Гальяновский, например, да? То есть, такие места святые есть. А есть проклятые места. Места особо, где места, места, где живут черные, чистые, злые духи. Вот там как раз-то в Ведоме будет это все место, где будут находиться вот эти злые нчездухи. Там будут находиться лешие или косматы. Там будут вот эти злые духи, которые живут в лесах обычно, в развальных. Надо помнить, что Библия не отрицает существование леших, русалок, водяных и так далее. Наоборот, она о них прямо говорит. Когда 19-летие говорили, что это суверия, суверия занимались те, кто так говорил. На самом деле реально существуют злые духи, живущие в лесах, в банях, в домах и так далее. В домах, то, что называется, барабашками, дымовыми их сейчас раньше называли. И сейчас почему-то примани их пытаются. Кстати, кошмар какой-то, да? Целые специальные программы по привлечению дымового. Там нужно обязательно подкармливать дымового, звать. Я вот видел, даже у нас на Кантемировской продавали вот эти дымовенков, чтобы их там подселить, обереги такие, чтобы дымовенка. Вот, замечательно. На главной сцене, на самом деле, что зовут их, они приходят. Понимаете, да? Они еще сами считают, что они должны жить. Да. Вот, хотя, конечно, христиане должны их выгонять из домов при помощи, да, чьи на освещение квартиры. Вот. Но точно такие же лешие есть и в прямом смысле есть лешие. Я вам даже рассказывал, что под Ижевском мне показывали конкретный лес. Небольшой лесочек-то где-то километров 10 в длину и где-то километров 7 в ширину. Где же вот лешие мне сказали, что там почти всегда люди плутают в этом лесу, и кто-то заводит, и кто-то там начинает там заводить, там даже были случаи, что не на грани смерти доводило, да. То есть, такие вот вещи, они действительно известны. Язычники с лешими договариваются, да, а монахи, когда узнавали об лесах с лешими, они обычно там же шли и там монастырь основывали. Ну, что приятно сделать. Интересно, что здесь, в греческом тексте, там будут встречаться бесы с анакентаврами. Скажем, что бесы будут с кентаврами встречаться, вот в этом месте. Там место встречи будет, и отдых кентавров там будет. Кентавры известны, это человек и лошади, некие существа. Да, но что касается их самих, ну, есть две версии насчет происхождения кентавров, там, да. Есть версия, которая восходит к Павлу Ферейскому, которая говорит, что это такие особо изуродованные люди. Вот, но все-таки мне ближе версия, которая и лучше укладывается, на самом деле, в текст про Кресаи, что это некие формы злых духов. Пример такого кентавра, который жил как раз-то там. Это тот самый волшебный конь Аль-Барак с человеческой головой и телом мула, который, на котором летал Магомед. И который прогонял от себя Антоний Великий. Как раз, заметьте, все это в том же регионе происходит. Магомед от Едома находится на состоянии, там, километров 150 находился, да? Да, рядом совсем. Вот, а Антоний Великий на состоянии километров 300. То есть, это все одна и та же территория, понимаете? Вот рядом с этим проклятым землей, там как раз-то и возродился ислам. Там и был спецназ бога, то есть, монашество, которые прогоняли этих кентавров. Ну, как раз-то их родина вот там вот, в этой части Аравийской пустыни, говорит, да, Библия. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Ночное привидение по-еврейски это леший. Вернее, не леший, а лилит. Слово лилит, вообще-то такое, слово достаточно известно, может, тем, кто читает классику, это некий дух. По еврейским легендам, это жена, первая жена Адама, якобы, да, которая была там из джиннов. Так, у евреев и у мусульман такие представления есть. Для Библии и для вообще Ближнего Востока лилит, это там, как бы, дьяволица, скажем так, злой дух, являющийся в виде женщины, красивой, которая обольщает мужчиноблуд и которая одновременно занимается тем, что губит детей. Она вызывает выкидыши, там, вызывает феномен внезапной детской смертности, знаете, когда ребенок без всякой видимой причины умирает. Вот. Это все приписывалось и Библии, и ближневосточными людьми вот это действие этой бесовицы, скажем так, дьяволицы. Это, конечно же, действительно реальное существо, конечно же, которого должно себя оберегать. Это одна из нечистых служанок дьявола, который действительно мучает людей. Вот. И защита от этого, конечно, у нас есть. Это защита таинства, защита у нас. Это крещение, жизнь в таинстве, причастие. Вот. Но наличие этих существ надо учитывать. Поэтому, конечно же, крестьянам нужно оберегать и своих детей, оберегать их знаком честного креста, нужно оберегать их и частное причечение в стихи христовых тайн, чтобы вот эти злые духи, они не нападали. Потому что, когда он говорит, там, вот там все это выдумано и так далее, надо понимать, что духовный мир действительно существует, он очень рядом, он действительно наводит и нападает, а он действительно нападает на людей, вызывая вот эти страшные злые и нечистые вещи. Вот. Это просто мы должны знать. А некоторые, когда люди думают, что бесы не могут навредить, они, конечно, не могут навредить кому? Живущим по церковным христианам. Вот им они навредить никак не могут. То есть, они могут их побить, но убить их они не могут. Потому что все в руках Божьих, конечно же, так? Вот. Что же касается незащищенных людей, то, конечно же, они открыты для действия духов, и потому, конечно же, необходимо им прибегать под защиту Бога. Этот мир, он полон опасностей не только материальных, о которых мы все знаем, так? Но полон и духовных опасностей, которых сейчас нынешний рационалистический век предпочитает забывать, но от этого они никак не исчезают. Субтитры создавал DimaTorzok